Сегодня у Гомельском Державном Университете в очередь собочек 700 замежных студентов за маль 20 краин света, в темнику Испании, Италии и Израиле, представников Германии, сиротых по куль нема, кто не выключает максимум обмену делегациями по конкретных вопросам. Головная мета этого визита – отримание информации по вопросам радиоактивной экологической безопасности. Декан биологического факультета Виктор Аверин, один из представителей СНД у Международной комиссии, которая занимается распространением системы реагирования в выявлении аварии на атомной станции, а тому в реальной ситуации и максимальных наступствах он ведет все. Открываю картинку по Европе, сколько там насыщено атомных станций, сколько там находится хранительность радиоактивных отходов. Кроме того, высокая плотность населения, хочу сказать, что эта проблема для Европы очень актуальна. Поэтому я думаю, что она очень важна и интересна. Кроме того, на сегодняшний день проблема существует и в том, что даже если где-то появляются продукты питания с одним бикерельем загрязнения, они должны будут вноситься в базу данных. В Европе есть очень осторожное отношение к продуктам питания. А прежде лекции у программы визита немецких студентов, ознавление с Гомелем и Полевским державным радиоактивным заповедником, наибольшь заборудженной территории студенты наведывать не будут, але уявить ситуацию, яка может возникнуть после ядерной аварии, смогут. Мечтым у Гомельском державном университете не выключают махчымысье, что гэтая группа не будет опошней. Тем больше, что на минулом тыдне установа официально долучилась до балунского процесса и стала третьей вышедшей научной установой Беларуси, якая подписала великую университетскую харту. Международное сотрудничество у нас очень быстро и бурно развивается. У нас есть совместные лаборатории, начиная от совместной лаборатории с Нанкинским университетом по вакуумно-плазменным технологиям, есть совместная лаборатория с Польской академией наук по золь-гель-технологиям, кабинет Конфуция, кабинет русистики, а всего более со 130 университетами ближнего и дальнего зарубежья заключены договора. Российский университет Дружбы народу, Киевский национальный экономический университет, Софийский университет Святого Климента Ахрыцкого, Институт прикладной физики в Вьетнамской академии наук, университет Хуаба Дукали Аль-Жадидез Марока, университет города Мичиган с Азлоченных Штатов Америки и гэта далёко неповный спис партнёров гуменчан. Каля 20 погодненню тут заключились с китайскими ВНУ и корпорациями. Гэта вектор, до речи, зараз развивается особливо активно. Приёмом делегации студентов из Германии международное сопротивление Гомельского государственного университета не завершается. Уже в листопаде тут будет открыт первый региональный институт Конфуция, задача которого – грунтованное выучение китайской мовы и культуры. В свою очередь, в последние дни местовые выкладчики накируются в Шанхайский университет, где будут учить уже китайских студентов русской мовы. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, Телерадо Компания Гомель.